Показ произвел фурор. В модном доме выстроилась целая очередь пышек. Ведь нас очень много. И каждая красива по-своему. А я с большим желанием дарю им индивидуальность. Индивидуальность пышком придает наша героиня Айгерим Абишева. Дизайнер создает одежду размера плюс сайз. Профессии было сложно. Но огромное желание делать женщин красивыми все же победило. Когда я получаю слово благодарности, я говорю, у меня вот так вот комок подкат. Потому что я понимаю, что значит я же не зря это делала. Я понимаю, что я свою сначала как бы проблему решила. И я понимаю, что я могу помочь это сделать кому-то другому. И для меня, допустим, это вот действительно мой четвертый ребенок. Я. Героиня выпуска настолько искрена, что сложно оставаться равнодушным. Есть истории, когда ее клиентки плакали после примерки новых нарядов. Я такая красивая. Ради этих слов дизайнер готова творить и удивлять. Айгерим, почему именно одежда плюс сайз? Что натолкнуло вас на такую идею? Ну, во-первых, наверное, я сама являюсь яркой представительницей этой категории. И всегда сталкивалась с той проблемой, когда я не могла найти подходящую одежду для себя. То есть у меня это не получилось после родов, после замужества. Это со мной всегда жило. Поэтому, когда пришла идея, чем бы я хотела заниматься, не просто созданием, я хотела заниматься производством. Это для меня была вот прям как такая патриотическая нотка. Я бы хотела, чтобы ту одежду, которую мы создаем, придумываем, чтобы мы еще здесь ее и отшивали. То есть мы можем это делать не хуже, чем наши соседи. Поэтому идея, она была, ну, исходила из этого, из моей личной боли, скажем так. Для всех был стресс. Со мной поход по магазинам. Что маме, что и мужу, допустим. То есть я понимала, я даже могу не зайти, я пройду мимо. Они говорят, ты почему не зайдешь, не померяешь? Я говорю, ну, я знаю, что там нет. Все это была моя такая твердая установка. Установки таяли вместе с действиями Айгерим. Тем более, ниша плюс сайз в Казахстане практически не освоена. Кутюрье только начинают экспериментировать. Модели от 48-го размера стали появляться на мировых подиумах. История Айгерим тоже началась с показов. Первый мой показ был, это с участием, кстати, известной модели. Вот если смотрели, украинский был конкурс модели XL. И вот там девушка-финалистка была, Римма Кинжиева. Ее дизайнер пригласила как топ-модель на показ. То есть это был первый мой показ. Это был в каком-то ресторане проходил. Это был закрытый показ именно коллекции плюс сайз. Потому что нет-нет, какие-то бренды пытались, я так понимаю, заводить коллекции на плюс сайз. Но вот уже исходя, вот столько времени прошло, я понимаю, что многие из них уже давно закрылись. Вот это был первый показ. Второй показ уже был у тоже нашего казахстанского дизайнера. Там была смешанная коллекция. То есть как и стандартные, так и не совсем стандартные модели. То есть это было в каком-то пространстве, арт-пространстве. То есть была тоже такая интересная закрытая вечеринка, можно сказать, где я участвовала в роли модели. Ну и последний мой показ, это был в этом году, кстати. Это был свадебный показ. Я участвовала, была неделя свадебной моды. И вот тогда я выходила впервые уже в свадебном платье. А насколько у вас требованы фотомодели плюс сайз в Казахстане сейчас? Ну если быть прям совсем откровенными, конечно, я не могу сказать, что это сильно востребованная ниша. Бывают спросы. Вот я даже сама искала для себя модели через агентство. И самое интересное, что я получала ответные реакции. Наоборот, прийти к ним моделью. То есть я говорила, вы дайте мне модель, пожалуйста. Но получалось как раз-таки все наоборот. Но я понимаю, что этот рынок на самом деле просто еще, он еще не раскрылся. На самом деле, наверное, в нашей стране он только в каком-то зародышном состоянии. Поэтому я считаю, что придет еще время, когда девчата смогут себя показать. Потому что у нас очень много красивых женщин. Вот действительно, сколько я начала работать, я понимаю, сколько красивых девушек, которые могли бы не хуже быть знаменитых Эшли Грэм, как мы все знаем, да. Там Палома сейчас покоряет мир, скажем так. Поэтому я думаю, что просто придет время. Может быть, не сейчас. Несмотря на явные протесты известных кутюрье, в моду врываются девушки с пышными формами и яркой харизмой. Все больше моделей плюс украшают собой известные грянцевые издания и рекламные плакаты. Даже мировой бренд женского белья, который ассоциируется с идеально стройными телами, в этом году заключил контракт с плюс-сайз-моделью Бреттань Корц. Пока пошиву одежды на женщин с большими размерами не учат даже в фэшн-университетах мира. Как вы проходили свой путь обучения? Ну, начнем с того, что для начала, наверное, я обучилась стилистике. Потому что в большей степени сказать, что мы работаем и так с профессионалами в плане конструирования одежды, но когда мы говорим про дизайн, все-таки нужно понимать, что эта одежда должна корректировать. То есть это уже больше стилистические приемы. Поэтому я брала обучение у зарубежных, скажем так, стилистов. И, соответственно, вот эти все знания уже, скажем так, мы вживую, уже в цехе методом проб и ошибок уже как бы конструировали, пробовали, понимали, что так, здесь там длина не подходит, здесь нужно удлинить, где-то укоротить. Сначала рождается идея, дизайн наших изделий. После этого мы с конструктором отрабатываем лекала, переводится это все на бумагу. Только после этого мы шьем образец, на котором мы исправляем все наши нюансы. Где-то мы хотим подправить длину, где-то укоротить, может быть, добавить какие-то детали. Мы продумываем, какую обработку мы будем делать в этих изделиях. Только после готового образца мы начинаем отшивать в массовый пошив в нашем цехе. Закрывание шва делает удержание самого изделия, потому что на это время тратится больше. Она очень хорошо продумывает коллекции, то есть в коллекции всегда есть капсульность. Капсульность – это взаимозаменяемые вещи, которые хорошо универсальны между собою. Плюс она продумывает все, начиная от внутреннего слоя, заканчивая верхнего слоя, чтобы полностью закрыть потребность своего клиента покупать изделия именно в одном бренде. Я не пытаюсь нести какие-то тренды в массы, знаете, быть супер таким дизайнером, который будет продаваться. Это, наверное, совсем другое. Может, я к этому тоже приду. Но моя сначала первостепенная миссия, чтобы девушки просто научились себя принимать. Нелестные фразы о фигуре убивают все прекрасное в каждой женщине и заставляют спрятаться от всего мира. Дать отпор и чувствовать себя комфортно вне общепризнанных стандартов красоты удается не каждой. Тема такая распространенная – буллинг, да, например, каждый начинает, вот кто-то, особенно в соцсетях, мы все знаем, да, каждый начинает кому-то писать гадости, что тебе нужно похудеть, тебе нужно еще что-то сделать. То есть неважно, в каком состоянии человек находится, никогда нельзя, вот, скажем так, давить на человека, его за это обвинять и, я не знаю, там обзывать, неважно, да, то есть вы не знаете, что у человека внутри. Даже я всегда стеснялась своих размеров. То есть я всегда думала, что я не худенькая, то, что я полненькая. И именно когда пришла работать к ней, я поняла, что можно быть и стильной, и красивой, и выглядеть дорого, даже будучи, как бы, да, не худой. То есть мне даже вот как-то повезло с этим, я бы сказала. Муж, допустим, то есть это человек, который меня поддерживает вообще в принципе во всем. Может быть, с него даже и началась вот эта тема принятия себя, любви к себе, да, потому что сказать, что я была всегда там худенькая, стройненькая, не могу я сказать. Но вот была такой, как есть, и муж меня любит такой, какая есть. Он мне каждый раз об этом говорит, и я понимаю, что в большей степени он, конечно, повлиял вот на мою самооценку, на мою уверенность. Уверенности крылья Айгерим приобретает, когда чувствует, что не одна. Это ощущение плеча и поддержки помогают дизайнеру вносить свою лепту в новую тенденцию мира моды, когда девушка начинает жить в гармонии с телом, а не борется с ним. Она пришла к этому проекту, самое главное, через свою какую-то боль. И мне кажется, за счет вот этой боли, которую она испытала, у нее из-за этого настолько и получилось все просто вроде бы, да, но настолько уникально и настолько это все красиво и тонко, и даже, мне кажется, с психологией здесь вот как-то все переплетается. И за счет этого все вот, кто у нее сейчас, пусть это небольшая, да, аудитория, но тем не менее все клиенты, которые есть, они настолько благодарны. И вот я несколько раз, да, приходила, смотрела, как вот это все происходит, продажи первые, все вот эти эмоции. И когда ты видишь женщин, которые вот одеваются, вот это все покупают, и они видят себя в зеркало, и понимают, что они совсем другие становятся, и, конечно, для них это такая прям радость. А Айгерим, она у нас вообще очень сентиментальная, она начинает сразу плакать где-то, ну, это ее радость такая. То есть это из меня, это вот все мое, как говорится, да, то есть, ну, вот даже описать это очень сложно, потому что все, что я делаю, я понимаю, что это вот выходит где-то у меня вот оттуда, от сердца. Вы меня специально надели развести на слезы. Поддержка семьи для меня очень важна. И там муж, в первую очередь, который меня во всем поддерживает, и я действительно им очень благодарна за это. Дети, которые участвуют во всем этом, знаете, я до сих пор вспоминаю, у меня в сторис даже есть, что у меня здесь один стекло вытирает, зеркало другой там метелкой собирают. То есть мы все, вернее, они, как вот моя частичка, они настолько мне помогали. Они вовлечены все, и все за меня постоянно переживают. Ну, то вот это отпаривали одежду, прибирались, вот это все, прям в комнатке. Ну, правда, еще кричали там. Отвесили. Ты гордишься своей мамой? Конечно. Мы вообще не планировали то, что она организует. И в дальнейшем мы планируем сделать мужскую коллекцию. Этим будет заниматься папа. Так, спойлеры. Сегодня я хотела бы вам показать вот такой наш комплект. Это брюки широкие, вот такой верх. Есть девочки, у кого объемная грудь, садится идеально. То есть здесь надо мерить и смотреть, кому это больше подойдет. К нему мы очень здорово подобрали вот такой наш жилет-тренч. Да. Вот смотрится шикарно, потому что здесь, видите, здесь уже коррекция идет за счет вертикали, которую мы создаем. Я каждый раз пытаюсь объяснить, почему наши майки очень классные. Во-первых, потому что ткань у него очень плотная. Одна из стилистов, кстати, к нам приходила в гости, подсказала, что его можно и вот так одевать, и вот таким вырезом. Видите, сегодня я этим воспользовалась. Тоже это башка, которая должна быть абсолютно... Это, опять-таки, да, как масло масляное, вот эта база базовая. То есть она садится по фигуре и очень здорово выполняет функцию коррекции. Садится по фигуре и садится по фигуре. Вам будет легко найти компромисс со своим телом в нашей одежде. Вот я считаю, что это вот такая главная мысль, которую я вот формировала, формировала и пришла к тому, что те, кто ценят качество, те, кто ценят, понимают стиль, которые хотят выделиться, которые понимают, что такое инвестиции в своих гардероб, вот, наверное, это те девушки, которые сейчас у меня покупают. Скажем так, смотря на работу этого бренда, видно, что это делается достойно и с вниманием к человеку, к персоне, для которого это изделие делается. Если нужен объем, если нужно убрать объем, если нужно добавить длины или еще что-то сделать, это делается достаточно корректно и, в принципе, технологически правильно. Так было всегда? Вовсе нет. Прежде чем выпустить свою первую настоящую коллекцию, Айгерим ошибалась. И не раз. Когда я планировала коллекцию, например, я выбирала определенные модели. То есть, не буду врать, один дизайн одной модели я реально скопировала. Я скопировала у российского какого-то дизайнера. И когда мы его уже произвели, вот мы сделали фотосессию, знаете, у меня было такое ощущение, как будто вот, блин, что-то, короче, мне прям практически чуть ли не копия получилась. И, знаете, ну, как бы это тот момент, когда мне правда было стыдно. Не за качество там, не за какой-то там, не лекала, а именно за то, что именно идея это была не моя. Но я понимала, что она прекрасно подойдет для фигуры плюс сайз, да, что она классно подчеркнет, то есть у нас этого нету. И поэтому я такая думаю, давайте попробуем. И я поняла, зато при продажах, во-первых, я это прочувствовала. Но эта модель, она все еще не продалась. Ну, то есть, понимаете, там энергия, да, карма существует. Поэтому, как бы, это, наверное, тот случай, за который, правда, мне стыдно. И я стараюсь вот такие моменты сейчас обходить стороной. Не удалось обойти две неудачные попытки создать коллекцию. Но наша героиня настойчиво степ-бай-степ шла к своей цели. Третий мой заход, он, скажем, такой был для меня знаковый. Потому что я параллельно еще работала в найме. Я накопила какую-то сумму свои декретные, все это собрала. И вот первым таким стартом был вот в прошлом году, получается. И, конечно, мне очень сильно муж помог. То есть как-то без него. Бывают моменты, когда у тебя уже есть произведенные коллекции, но она все еще не продалась, да. То есть у нас, получается, застревают финансы в коллекции. То есть ты понимаешь, что тебе нужны новинки, у тебя ждет там следующий сезон и так далее. То есть и ты задействуешь максимально все свои ресурсы, какие можно, да. То есть в плоти, не знаю, идешь, там золото в ломбард сдаешь. Ну, правда, как бы, если уже совсем откровенно говорить. И такое тоже бывает. Но я считаю, что, как мне, меня всегда успокаивают мои коллеги по цеху, девочки, которые говорят, Айгерим, это все временно, поймите. Вот сейчас пойдет, сейчас раскрутите, сейчас сделаете. Айгерим заряжает энергетикой и позитивом, особой любовью к своему делу. Глядя на нее, кажется, что ей все дается легко. Но на своем пути становления, кроме мелких неудач, она столкнулась и с горем. Когда я потеряла папу. Это было практически ровно год назад. Вот тогда я почувствовала вот то самое состояние, когда я понимала, что... То есть вот это такое состояние было, когда тебе просто плохо, тебе пусто. И я для себя именно в тот момент, наверное, решила, что я должна. Я должна это... перебороть вот это состояние, потому что я понимала, что у меня есть дети, что у меня есть родные, которые нуждаются во мне. И я вот это состояние переборола, чтобы идти дальше. Просто я... Это слезы не от того, что горечь или чего-то. Это, наверное, слезы благодарности моей семье, которые меня во всем поддержали. Несмотря ни на что, они были рядом и поддерживали меня. И до сих пор это делают. И это на самом деле слезы благодарности им, потому что... Все это, потому что они у меня есть. Мои дети, муж, у меня мама, моя вторая мама. Они все рядом, они меня всегда поддерживают. И это дает тебе настолько мощный заряд, который ты понимаешь. Мы никогда не говорили, вот брось ты это, там еще сделай. Нет, они говорят, Айгер, Айгерима, ты сможешь. Вперед мы с тобой, ничего не бойся. Не бояться. Видеть прекрасное в каждом моменте. И творить, несмотря ни на что. Айгерим Абишева исполняет мечту женщин-немодельной фигуры. Быть красивыми, внедряя в стране совершенно новую, инклюзивную, модную культуру.